Всем привет! Я вышла на улицу погулять с собакой. В общем, у меня собака, она очень-очень любит что-то есть с пола. Мы сразу же вышли, она нашла косточку и теперь от меня убегает. Аврора! Фу! Выплюнь! Фу! Аврора, фу! Аврора! Она не убегает! Гай! Ей ничего не остается, просто как подождать, пока она все дает. Мы ее не смогли воспитать, не знаю, нужно было ее, наверное, на кинологу везти, специально воспитывать, но что-то у нас не получилось. Хотя она умная, она дает лапку, она знает все слова, команда, вот она знает это все. Вот почему-то она иногда не слушается за отношение еды, она вообще неконтролируемая. У нас, кстати, очень скользко, просто нереально, я просто шла даже и уже подскользнула нас раз пять. Произошло то, что я надеялась, что не произойдет. Я забыла взять пакетик и моя собака покакала, мне нужно за ней убрать обязательно. Я пришла в околавку нашу любимую, попросила у них пакетик. Сейчас пойду убирать любимое занятие. Все следы преступления убраны и мы идем домой. Вот преступник убегал от меня. Видишь, ты домой? Сегодня очень скользко, вообще мы еле идем. Да. Куда мы идем? В зал. Мы будем качать Диму, потому что мне пока что нельзя качаться. У меня крепатура. Мы уже в зале. У нас сегодня день ног. Мой тренер-какер. Я ненавижу это. Я ненавижу тренировать ноги, но приходится. Ненавижу, потому что потом такая крепатура, она как будто кости болят, ведь все, тело парализовало нижнюю часть. Невозможно ходить, поэтому и не выкачать ноги. Катик был качар. И такой тренер у меня суровый. Все, все хорошо. Так, Дима сюда лиджи, жим должен делать. Это упражнение, кстати, подходит для тех, у кого спинка слабая или у кого проблемы со спиной. У Дима нет проблем, но просто он плохо держит спину, когда приседает. Вот там вот такой аналог. У нас второй подход. Видите, Дима толкает пяточкой. Это правильно. Нужно толкать пяточкой. И заставила я Диму сделать мои любимые выпады, которые он просто терпеть не может. На выпадах просто отлично качается попа и задняя поверхность бедра. А теперь с моих самых нелюбимых упражнений переходим на моё любимое. Первый признак эффективной тренировки ног. Дима, нормально тебе опускаться? На ноги вот так упадут. Фух, это было сложно. Сейчас ещё сложнее будет с крипатурой дойти по очень скользкой дороге домой. Я думаю, где-то живут в Киеве, они почувствовали эту прелесть. И я надеюсь, что никто из вас не упал и серьёзно не пострадал. Потому что я уже чуть не упал раз в пять, пока шёл сюда в зал. И сейчас он с такими вот мягкими ногами. Я сейчас ещё упаду, то я просто не встал. У меня хороший тренер? Себя убойный тренер. Моя мама тоже что-то на неё. Мы на самом деле не всё показали, потому что нам из зала нужно выйти до пяти часов. И мы уже так. Да, и мы очень спешили, не было времени на то, чтобы доснять. Нормально всё. Кстати, в Испании нет такой фишки. Потому что здесь в Украине я заметил, что в залах нет такой технологии используют. То есть можно взять абонемент либо до пяти, либо на целый день. В Испании просто можно брать на целый день. Там нет таких вот заморочек до пяти. Наверное, потому что они только в два часа просыпаются нормально. Поэтому, да, и не делают до пяти, а делают на целый день. И в Испании вот я ходил в зал. Практически все ходят на групповые занятия. Женщины там вообще не знают, что такое ходить в спортзал именно как качалку. Да, да, да. То есть не падай. Так вот про зал. Катя сбила меня своими поскальзываниями. Там, в Испании, на индивидуальные занятия в зал ходят только такие вот качки, спортсмены. А 90% всех, кто ходит в зал, они ходят на групповые. Честно говоря, я такую погоду за всю жизнь свою не помню. Чтоб все было вальду вообще. Вот тут мы сейчас идем, немножко расчистили все. А там я просто не могла идти, я не знаю. А у меня, наверное, очень скользкие ботинки оказались. Хотя вообще обычно у меня нормально в них ходить. А вот совсем пальку очень плохо. Там на кухне сейчас просто происходит чудо. Там готовится стейк. Мы с Димой уважаем стейки. Димка, как тебе? Очень вкусно. Понравилось? Как в дорогих ресторанах, в которых я не был. Да ну ладно, мы были когда-то в охоте на улице. Вот так же. Аврора, ты хочешь тоже стейк, а они дают тебе. Авросик, не переживай, тебя тоже покормят. Я вышла с собакой. Это снег. Снег красивый. Класс. Уже два ночи. Нас без саницы. Я потому что что-то меня проперло на музыкальный канал. Я сейчас просто сижу эвакуацию телек. Смотрю клипы. А Катя скачала себе какую-то игру. Ой, да, кстати, такая прикольная игра. Сейчас вам покажу. Смотрите. Здесь, в общем, нужно делать ремонт в разных местах. Например, вот здесь мы хотим сделать ремонт. Выбираем ОК. И нужно поставить все эти. И вот тут внизу еще задание. Должен быть стеклянный коктейльный стол и консоль. Консольный и стеклянный стол. Вот так. И нужно это все поставить. Тут нажимаешь, выбираешь. И потом этот объект нужно сдать и продать его. Выгодно. И потом ты получаешь деньги. У нее заработано, например, уже 4 тысячи долларов. И 6 тысяч бриллиантиков. Там есть продукты специальные, которые можно только за бриллиантики купить. Вот. Еще тут нужно голосовать за разных людей. Ой, вот, кстати, там мои ремонты. Смотрите, видели? Какой я дизайнер. Вот. И тут нужно еще за людей голосовать. Смотреть на их. Ой, где это? Я забыла. А вот, да. Голосовать за людей, смотреть их ремонт и там писать комментарии можно. Такой дизайнер. А я смотрю клипы и вспомнил про испанцев, как они обожают свою музыку. Свой стиль называется рогатон. Погуглите, это такая чисто испанская и латиноамериканская музыка. Она вообще, вот, все песни в стиле рогатон, они все как одинаковые. Обратите внимание, если будете искать. Но они от нее просто тащатся и в клубе, в испанских клубах играет только эта музыка. Они, как только ее слышат, они сразу так загораются глаза и начинают танцевать. Свою музыку они обожают. Потому что у нас, например, в Украине там много как-то слушают украинскую, русскую, там, американскую, европейскую музыку. А вот испанцы слушают только испанскую музыку. Я буду продолжать смотреть клипы, а Катя делает ремонты в квартирах, зарабатывает бабки. Всем спасибо, что с нами были. Всем пока, всем до завтра. Пока.